Про интерактивные графики и про... С примерами на Altaïr. Что такое интерактивные графики, все понимают. Я думаю, что такое Altaïr, надо чуть-чуть рассказать. Это питоновская библиотека для построения интерактивных графиков статистических, основанная на стеке Vega, в фундаменте которого находится D3, такая мощнейшая библиотека, и обладающая достаточно расширенной системой, про которую я расскажу ближе к самому концу, если успею. Почему взялся рассказывать? Потому что, наверное, почти всю жизнь что-нибудь рассказываю людям с графиками и пытаюсь убедить, что графики... Что ж, в чем-то использую графики и являюсь пользователем того самого Altaïr в самых первых версиях и заодно до некоторой степени его контрибутором, важно, в соавторах перечислен, так случайно получается. Начну рассказ с примера, совсем не Altaïr, это дизайнерская графика из итальянского бюро, которые исследовали процесс взаимодействия, влияние на среднюю продолжительность жизни, какие факторы могут повлиять. По вашим задумчивым лицам я понимаю, что вам ничего здесь не видно и ничего непонятного, и в качестве заголовного примера точно не подходит, потому что это печатная графика, которую нужно читать воскресным утром в газете, которая должна была выйти, и она выходила. И это графика, с которой нужно взаимодействовать, следя по стрелочкам пальцем. Это интересный и увлекательный процесс, который я просто убил, положив ее на слайд. Соответственно, привел бы пример, чтобы рассказать о том, что в зависимости от целевой аудитории и целевого носителя у графики разные требования. Это то, про что я хотел рассказать в самом начале и объяснить, когда имеет смысл использовать визуализацию. Потом расскажу несколько примеров про визуализацию, интерактивную визуализацию в еда, в обзоре данных, попутно рассказав, как это делать при помощи альтерида. В качестве следующего неудачного примера, первое, что я делаю, когда смотрю на данные, я пытаюсь нарисовать некоторый exploration scatter, в котором поисследовать, а что же здесь есть. Датасет, который здесь представлен, это датасет GapMender, который был построен для того, чтобы рассказать людям о том, что мир здорово изменился, и мы все живем в некоторых представлениях, которые уже не актуальны на сегодняшний момент времени. И мы можем, во времени все поменялось. Здесь у нас продолжительность жизни средняя по странам, ожидаемая на момент рождения. Тут Верхняя Европа вроде была. Короче, что-то поменялось, какой-то тренд есть. Можно подумать, но вообще ничего не понятно. Таким образом становится гораздо понятнее история, что да, действительно в 60-х годах существовал гэп между Европой, основной частью Европы и всем остальным миром в продолжительности жизни, а сейчас мы все живем примерно в одинаковых условиях. И самое смешное, что большинство африканцев живут лучше, чем в Молдавии в 60-х годах. Соответственно, это два типа графиков, которые бывают, прям такие полярные. Я их разместил на оси, где мы задаем себе вопросы, и противоположный конец – это там, где мы ожидаем ответы. То есть графики, которые предназначены для exploration data analysis, они про то, как сгенерировать гипотезу и как придумать себе вопрос. А графики, которые нужно положить на слайды, чтобы рассказать людям, это готовые ответы на те вопросы, которые мы себе задали. Это такой полис в типологии. Соответственно, инфографика, которая была в начале, это середина, когда уже какие-то ответы даны, но оно предполагает, что вы дальше можете самостоятельно позадавать себе вопросы. Добавлю еще два типа носителей, с которыми мы сталкиваемся. Это статья, в которой у вас есть возможность самостоятельно что-то полистать, в отличие от докладчика. И дашборд, который, скорее всего, это формат такого дата-анализа, но уже подготовленного, упрощенного. И можно их расположить, что здесь вопрос, а там ответ. И связано это с тем, что время контакта с визуальной информацией совершенно разное. То есть если на слайды докладчика они листаются один за другим, у вас секунды на то, чтобы воспринять картинку, то exploration вы можете позволить себе часами рассматривать график и находить что-то. С точки зрения интерактивности, скажу, что интерактивность в слайдах докладчиков в принципе невозможна. Поставив в конце Рослинга, который главные интерактивные графики на TED показывают в качестве слайда. Почему невозможно? Потому что даже если это выглядит как интерактивность, это анимация. Вы как аудитория с этим слайдом взаимодействовать не можете. Это совершенно другой формат анимации и взаимодействия. Развивая историю, скажу, что совпадает возможность применения интерактивности как раз таки с тем же самым временем контакта. Ребята из New York Times, прям признанные лидеры даты журнализма и делают очень красивые графики, в том числе и развивая D3, замерили, что только 15 максимум процентов их аудитории вступают в взаимодействие с их замечательными интерактивными графиками. Это как бы ужасающая цифра. Кажется, что вообще не надо этим заниматься. Но я все-таки чуть-чуть хочу рассказать теперь про Альтаир и как этим делать. Альтаир способен помочь вам во всех этих форматах. Но одна из самых ключевых его фишек – это возможность интерактивности, которая, с моей точки зрения, больше всего подходит под анализ данных. И вообще у нас DataFest, поэтому по анализу данных стоит рассказывать. Дальше будут примеры каких-то задач. Опять некрасивый слайд, но это же классический слайд X as Exploration Data Analyze. Я, когда такую штуку вижу, мне всегда хочется их как-то увеличить, посмотреть на конкретную точку. И если это MATLAB-либом делать, то будет достаточно муторный процесс. Вот так бы было здорово сделать. Соответственно, попробуем разобраться, как это делать с атляиром. У нас возникает первая проблема. Если мы возьмем Pandas, то там все понятно. Нарисую скатер, получили картинку на фоне, а здесь какие-то энкодинги, поинты, вообще непонятно что. Штука в том, что Pandas, интерфейс организован на подходе под названием шаблоны, мы им привыкли думать, то здесь у нас грамматика графики. Я про нее прямо очень пунктиром расскажу, потому что, если хотите подробнее, внизу есть ссылочка про оригинальный доклад авторов вегалайтовской грамматики, либо мой можно посмотреть доклад с прошлой пайдатой. Я там про грамматику гораздо подробнее рассказываю. Грамматика у нас состоит в данном примере. Она родственная с джиплоту. Состоит из грамматики статической, собственно, непосредственно графика. Грамматики взаимодействия, которые позволяют нам строить интерактивность. Ну и грамматики композиции, которые позволяют собирать несколько графиков разным образом в одну целую такую картинку. Для того, чтобы порешать нашу задачу первую, нам понадобится поехавший код, простите, грамматика статической графики. Суть подхода грамматики графики в данный момент в чем? В том, что у вас есть некоторые данные, которые вы можете как-то подготовить, что в этом коде не сделано. И после этого надо соотнести с визуальным образом эти данные путем энкодинга. То есть для каждого поля вы определяете шкалу, по которой, собственно говоря, это поле будет кодироваться. Ну, то есть переносится данный. Это может быть цвет и так далее. В данный момент времени вот тут типы, которые меня волновали, тоже кодируются как те или иные, как бы это атрибут визуального образа. Ну и мы такими пятью строчками кода получаем в такую халявную штуку для exploration data вполне себе полезную. Следующее, что хотелось бы сделать, это увидеть некий скрытый параметр в данных, который не виден в данном отображении. На данном примере непосредственно сама страна спрятана, тут данные за все годы сразу. Хотелось бы увидеть траекторию страны. Для этого нам понадобится про грамматика взаимодействий. Прям с примером покажу. Нам к предыдущему графику надо добавить, собственно говоря, объект выделения. Объект выделения работает следующим принципом. У вас есть некое внешнее событие, движение мысли или еще что-нибудь. Теперь вам надо вернуться в координаты, понять, какие координаты влияют на выделяемый объект. Спроекцировать их на данные, у вас появляется подмножество выделенных объектов. И вот это подмножество выделенных объектов может использоваться разными способами, как влиять на оставшуюся часть. В данный момент времени цвет у нас по условию возникает, зависит от того, выделено это или не выделено. Соответственно, мы получаем вот такую штуку, которая тоже почти на халяву работает. Последний из базовых факторов, когда вам нужно посмотреть взаимосвязь нескольких факторов, очень удобно. То есть мы можем выделить объекты и сразу увидеть, как они во всех различных раскладках могут существовать. Для этого нам нужна первый элемент алгебры композиции. Здесь он реализован совсем просто. Я взял тот же самый чарт, который был, его чуть-чуть уменьшил и сложил вертикальной палочкой тот, который был и попросил закодить теперь поле x другим образом. И они теперь сложены вместе. Мы видим ту самую картинку, которая была. Код воспринимать тяжело, поэтому у всех этих штучек есть в сопровождении оригинальный ноутбучик, который можно покрутить, посмотреть на код. Дальше расскажу, какие штуки еще бывают. Часто хочется иметь какие-то агрегированные данные, а потом посмотреть, какие детальки по ним могут возникать. Соответственно, вот здесь пример, что у нас агрегированные данные здесь. Детальная история по тому, как оно происходило раньше. С другой стороны, пример может не самый удачный, но очень хотелось бы показать, что картография может быть в одну сцену запихнута прям так же легко, как все остальное. Обратная задача. У вас есть множество данных и хочется посчитать, динамически выбрать подножество и хочется увидеть с нее агрегаты. Она тоже в качестве примера реализована. Честно скажу, что Альтаир не поддерживает напрямую вуалин плоты, но его грамматика достаточно гибка, что, включив голову, добавив немножко трансформации, мы можем получить те же самые вуалин плоты, просто понимая, как они строятся. Ну и последний пример, что мы можем привязать некие внешнее поле к явному элементу управления. И вот я восстановил оригинальную картинку Ханса Рослинга, которая была. Но, по сути дела, мы отфильтровываем данные, а какие данные мы отфильтровываем, мы регулируем внешним регулятором. Тоже бывает полезная штука. Вот. Соответственно, мы только что поговорили про три типа базового взаимодействия. Это там проскролить, посмотреть, посмотреть, что за конкретная точка и подсветить хвост. И три более сложных вещи. Посмотреть детали, посмотреть наоборот агрегаты и пофильтровать по внешним атрибутам историю. Какая будет первая проблема, с которой вы столкнетесь, когда попытаетесь сделать еда? Что, скорее всего, Альтаир грохнется со словами не могу больше 5000 записей показать, и часть людей после этого расстраиваются или делают всякие глупости. Расскажу. Чтобы объяснить, как этого не избежать, придется объяснить, как это работает. Соответственно, Альтаир – это питоновская оболочка от более мощной джаваскриптовской системы, которая называется Vega Lite. Это высокоуровневая грамматика, которая реализует этот элемент, но при этом она тоже не является самостоятельной. Она компилится в Vega, которая дальше уже экзекутится непосредственно в D3, тоже джаваскриптовской истории. Без примера, наверное, непонятно. Вот примитивнейший чарт, вот питоновский код, он однозначно практически уходит в описание джаваскрипта с некоторыми языковыми упрощениями. И, соответственно, этот питоновский код выполняется в кернеле, и дальше весь этот JSON, который сгенерировался, передается в ваш клиент. Клиентов много готовых, в том числе Юпитер, Юпитер Лаб, коллаб гугловский тоже поддерживается, кернел, питон на кагле работает со всем этим делом. Но все они практически джаваскриптовские в основании. Соответственно, это создает проблему в том, что данные, которые запихнуты, они тоже по умолчанию уходят туда в описание. То есть график – это не картинка, а это данные и механизм, как их интерпретировать. И по умолчанию все оно пытается запихаться в IPTone мессенджинг протокол, который существует, что при большом объеме данных приводит к некоторым проблемам. Но зато есть отличное решение. Свеженько Altaïr Data Server, который, как только вы его инсталируете и включаете для Altaïr, он запускается там внутри, и из тех моментов данные, которые будут обрезовываться, будут лазать не через узкое горлышко, а через нормальный хттп. Объем данных уже можно обрабатывать достаточно большой. Что есть в экосистеме? Altaïr – это питоновская обертка. У нее есть порт на R. Несмотря на то, что в R есть ggplot, все равно вот такую вебовскую штучку хотелось бы иногда иметь. Соответственно, R-овский плот есть. Есть джульевский аналог. Соответственно, если вы пишете на джулье, тоже можете пользоваться тем же инструментарием. Есть редактор с возможностью текстовый, который в вебе авторский, с которым можно JSON поредактировать, посмотреть, что будет происходить, и поддебажить его, поскольку хочется иногда поддебажить. Есть визуальный редактор, более экспериментальный. Есть даже плагин к Visual Studio, который позволяет вам внутри пользоваться. Ну и самое мощное, что есть готовые под HTML, VGM, или под реактовский компонент. То есть вы в питоне что-то сделали, нарисовали графики, а дальше это можно в продакшн реактовскую веб-морду запихать, и это все будет отлично работать. Ну или в чистый HTML. Все будет дальше лететь. Вот, но подводя резюме рассказа, хотел напомнить о том, что мы рассуждали о том, что есть несколько разных форматов, и в зависимости от такого формата диктует возможность использования взаимодействия. И на самом деле не только возможность взаимодействия, но и то, как должны быть построены графики, хотя это тема для отдельного разговора. Вот, все доступно на GitHub, все примеры от них есть коллабовский ноутбучик, который можно в коллабе покрутить. Все вы увидите без дополнительных историй. Готов ответить на вопросы. Спасибо за доклад. Ваши инструменты по сравнению с Plotly. Ну, прям моего, не нашего. Ну, я понимаю, да. С Plotly, ну, с моей точки, с фундаментальной, прям принципиальной разницы заключается в том, что Plotly – это тоже шаблонный подход. То есть, если вы в Plotly, если он знает, что есть такой шаблон, вы можете ему сказать, вот такой шаблон возьми, покрути вот такие параметры. Или как-то его поменяйте, покрутим и так далее. Все равно это один из представителей шаблонного взгляда на мир. Альтаир и Vega White внутри – это грамматика графики. То есть, это некий такой язык с некоторой логикой, при помощи которого вы объясняете, что вы хотите нарисовать. Соответственно, он гораздо гибче, при том, что у него гораздо, ну, вроде как, меньший словарный запас, то есть, вам меньше всего нужно помнить. Но возможности ваши гораздо шире. То есть, вам надо только понять логику языка, как это строится. Ну, то есть, в общем и целом, вы хотите сказать, что ваш данный инструмент более кастомизируем и, собственно, более используем в каких-то частных разработках? Я бы не сказал, что он более кастомизируем, но, скажем, его подход сам по себе, да, он гибче, фундаментально, гибче, чем у Portly. Хорошо, спасибо. Хотя у Portly бывает, ну, много штук, которые здесь пока не особо сделаешь. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой. Сейчас существует много всяких библиотек для отрисовки графики. Это Matplotlib, Siborn, Altair. Изучать возможности всех и синтакси всех – это долго и неэффективно. Можно сосредоточиться на какой-то одной, которая будет решать весь спектр, ну, любые задачи, условно говоря. Либо вопрос некорректен, и каждая библиотека для чего-то для своего используется. Слушайте, я, честно говоря, отошлю к докладу 2017 года на пайдаче Джейка Вандерпаса, который на самом деле автора Altaira, который делает огромный обзор всего, чего и было на 2017 год, и там рисует красивые кластеры, рассказывающие, что вот там это про это и это про то. В двух словах, есть огромный кластер, который использует Matplotlib в качестве бэкэнда, потому что Matplotlib в практических задачах вы можете решить все, но это дорого. Ну, прямо реально дорого. Чтобы сделать красивую картинку на Matplotlib, надо очень много сил. И вокруг него есть Siborn и все остальное, что упрощает жизнь. Есть кластеры, которые дживоскриптные. И, собственно говоря, Altaira – это верхушка одного из кластеров, который бежит из JavaScript. У него есть преимущество, связанное с тем, что если вам нужно это потом в веб запихать, то никакой Matplotlib вам не поможет. И вот эти JavaScript-ные штуки, они хорошо ложатся в веб. Соответственно, не знать Matplotlib, я боюсь, что в питоне никак невозможно, вас все равно ему научат, но я, честно, вот этим пользуюсь почти все время и не страдаю. Спасибо. Есть еще время на вопрос. Спасибо, Илья, за доклад. Такой вопрос. А D3, насколько жестко вышито во все это? То есть есть ли вероятность, что потом что-то поменяется в этой части? Как бы он зашит жестко идеологически. Прямо поскольку на самом деле D3 делает ученик Джеффа, который рулит всем этим проектом. То это развитие идеи D3. То есть D3, там много архитектурных наработок идеологически. В этом отношении. А Vega, она как раз их упрощает использовать, чтобы меньше ходить, чем на D3. А Vega Lite – это еще большее упрощение относительно того, что было. Но поскольку там аж на три слоя, то теоретически обсуждалось, что надо бы какие-нибудь другие бэкэнды прикрутить. И, например, Джейк Вантерпасс, у него была огромная идея сделать, чтобы у Альтаира были другие бэкэнды. Ну, у Vega Lite. И был даже грант гугловский. Была попытка у Matplotlib. Есть версия, которая поддерживает альтаировский синтаксис. Но они сломались там. И проект, по-моему, дальше не движется. Потому что это не так просто. Спасибо. 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 Спасибо.